МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный отчёт. Какие проблемы временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко считает ключевыми в регионе? Несъедобно. Почему специалисты Роспотребнадзора не советуют консервировать грибы? Сколько времени понадобилось флористам, чтобы соорудить цветочную композицию двухметровой высоты? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Президент страны Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Виктором Томенко. Руководители обсудили положение дел в экономике и социальной сфере Алтайского края и перспективы их решения. Виктор Томенко назвал ситуацию в крае стабильной и управляемой. Сейчас, по его словам, все силы брошены на завершение сезона в сельском хозяйстве на подготовку к отопительному сезону. Исполняющий обязанности главы региона доложил, что за три месяца провёл немало встреч с жителями и выделил несколько ведущих проблем в регионе. Низкая заработная плата, невысокий уровень собственных доходов. Сейчас 40% из них – это поддержка извне. Недостаток молодых кадров. Особенно остро этот вопрос стоит в сельских территориях. Тем не менее, Виктор Томенко видит перспективные сферы развития края. Это сельское хозяйство, перерабатывающая пищевая промышленность, машиностроение и туризм. Его он оценил как развивающийся. Второй пласт задач, который ставят перед собой в Рио – это привлечение на Алтае новых инвесторов. Надо тоже поддерживать, успех создавать. И здесь позиция и работа властей ответственная, с одной стороны компетентная, с другой стороны очень важна для того, чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищенными и с перспективой реализовать длинные, долгосрочные проекты. Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. 14 лет назад в результате захвата школы в Беслане погибло более 300 человек. Большинство из них – дети. В Барнауле почтят их память на площади у главного корпуса технического университета. За жизнь свечи придут студенты, преподаватели, участники боевых действий, к акции памяти могут присоединиться все желающие. Начало в 13.10. И напомним, сегодня первый учебный день для 266 тысяч школьников и 50 тысяч студентов. В субботу во всех образовательных учреждениях края прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. О том, как это было, расскажем в вечернем выпуске. Более 7 миллионов рублей планируют потратить власти края на ремонт дома афганцев. Информация появилась на сайте госзакупок, сообщает Политсибру. Не только об этом в кратком обзоре материалов изданий «Сибирская медиагруппа». Журналисты Политсибру напоминают, что дом афганцев пережил крупный пожар. Экспозиции военно-исторического отдела Краеведческого музея пришлось перевести в другое здание. После ремонта, сообщают корреспонденты, на первом этаже дома афганцев разместится зона приема посетителей, гардероб, касса пост охраны, киоск по продаже сувениров, на втором, собственно, экспозиционные залы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября. Сам он состоится 15 октября. После, за 220 дней со дня подписания контракта, работы должны быть закончены. Парнаульский суд отправил в психиатрическую больницу на принудительную экспертизу 38-летнего Андрея Шишерина, сообщает московский комсомолец на Алтае. Его обвиняют в экстремизме за мем с патриархом Кириллом. Шишерин подал апелляцию, однако Краевой суд оставил решение без изменений. По словам обвиняемого, максимальный срок, который ему придется провести в психбольнице, 90 дней. И это несмотря на то, что, согласно заключениям московских психиатров, Шишерин абсолютно здоров. Мировой рекорд установили барнаульцы. Почти 4,5 тысячи человек накануне приняли участие в городской тренировке в парке Смертино. Семьи с детьми, сообщают аргументы и факты Алтай, не испугал даже дождь. Для рекорда было достаточно 4056 человек, но на зарядку собралось гораздо больше. Татьяна Голубева, наши новости. В Алтайском крае зафиксирован первый случай отравления грибами. Пострадал 4-летний ребенок, за которым не доглядели родители, и он случайно съел ядовитый гриб. Для того, чтобы не стать жертвой, нужно уметь отличать съедобные грибы от несъедобных и следовать простым рекомендациям, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Было случайное употребление ядовитого гриба в бытовых условиях. В основном это происходит тогда, когда родители не досматривают за своими детьми. То есть во время прогулки с детьми нужно следить, где они, как они гуляют и что они тянут в рот. При малейшем сомнении во внешнем виде брать грибы не стоит, отмечают специалисты. Не стоит собирать их вдоль автодорог, в парках, в скверах и на улицах. Потому что грибы легко впитывают токсины. И даже привычные подберезовики и маслята, собранные не в лесу, могут оказаться смертельно опасными. Грибы очень быстро портятся, поэтому для сбора лучше использовать какие-то плетеные корзины. После сбора грибы нельзя хранить, так же быстро портятся. Их надо сразу же чистить и перерабатывать, то есть солить, мариновать и так далее. Специалисты рекомендуют обходить стороной червивые, переросшие, трухлявые грибы и никогда не закатывать урожай под герметичные крышки для консервации. Иначе есть риск заразиться ботулизмом. В эту субботу нулевой километр в Бурнауле стал центром притяжения красоты. Более 80 цветочных композиций представили жителям и гостям краевой столицы прямо под открытым небом. Насладиться прекрасным, несмотря на погоду, пришли тысячи барнаульцев. Не осталась равнодушной и наша съемочная группа «Слово Валентине Аскеровой». Сердечный букет, цветочный шкаф и живой алтай. Километр ярких фантазий увидели в этот день барнаульцы. Свои композиции представили предприниматели, учреждения здравоохранения и различные образовательные учреждения края. Всего больше 80 шедевров. На создание этой почти двухметровой композиции, говорят авторы, потребовалось около недели. Это довольно очень приятное ощущение, дарить людям радость, вкладывать свое старание, фантазию. Когда ты это делаешь, ты делаешь как для себя. Цветочный сад не оставил равнодушным ни одного барнаульца. Гости выставки наслаждались яркими красками и охотно фотографировались с произведениями искусства. «Самая такая интересная для меня была, это вот эта, допустим, композиция. И также вон шкафчик. А чем понравилась именно эта? Необычная, оригинальная? Ну да, с подсветкой. Вечером очень красиво возле дома будет, допустим, смотреться, если, допустим, сделать такой же дома». Раньше выставка цветов открывалась в день города. По словам главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, это было крайне неудобно. Не было просторного места, поэтому дату перенесли на 1 сентября. Теперь насладиться красотой могут все желающие. Цветы – это, наверное, неотъемлемый элемент вообще для каждого человека и для каждой семьи. Мы бы куда ни шли, мы несем с собой цветы. Цветы – это красота, любовь, это счастье. Завершился праздничный день выступлением кавер-группы «25 кадр» и ярким салютом. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Настоящая осень в регионе. Практически везде дожди и холодно. Всего до 7 градусов тепла в Белокуре и Хитальменке. 9 в Бийске, 12 в Рубцовске и Зминогорске. В Барнауле вероятны дожди. Ветер южный. Временами порывистый. Днем воздух прогреется. Всего до 9 градусов тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле. 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!